собралась я сегодня ехать на розы хутор сегодня уеду а завтра приеду переночую в пустыли за 500 рублей но сейчас пока жду вас и вот посмотрите какой классный рюкзак у меня вот такая сумочка и вот пакетик с двумя пирогами потому что ехать четыре с половиной часа пожелайте мне счастливого пути хорошего отдыха вот так я обращалась к тем кто меня знает два года назад для instagram тогда два года назад у меня не было еще youtube канала я после к видных послабления решила отправиться на розы хутор потому что была отличная погода да и мечта у меня была посетить сие прекрасное место летом я там была до этого в девятнадцатом году в декабре и вот решила поехать на следующий год а тут то пандемия то еще что то думаю нет поеду уже в конце августа по приезду на вокзал роза хутор нас встретили люди которые отвечают за экскурсии вот он такой вокзал очень симпатичный да и пригласили на экскурсию экскурсия тогда стоила 500 рублей нас проводили в автобусы и провезли по всем трем кластерам газпром красная поляна и роза хутор первую очередь нас повезли на газпром там мы посетили вот это место называется она развлекательный центр галактика и все здесь имитирует как бы космический корабль снимать я тогда не умела от слова совсем поэтому вот это дерганье лучше простить меня да и за паркинсон тоже ну вот что есть то есть что осталось то осталось ведь и как будто бы мы в космическом корабле и видим землю в иллюминаторе конечно надо там не пробегаться там надо пройти все это рассмотреть вот эти крутящиеся наверху планета как она меняет цвет этика земля меняет освещение вот она планета красота до поднялись мы потом по эскалатору наверх и забрались на крышу там обзорная площадка замечательная приехала я на роза хутор где-то районе 11 часов и где-то мы до двух часов у нас вот была экскурсия эти какая красота там же в электричке сами проводницы продавали билеты на подъемник роза хутор там подъемники есть везде и вот здесь на газпроме есть и на красной поляне вот но нам продали вот на роза хутор но когда мы туда приехали после экскурсии вот этой оказалось что просто-напросто в этот день не работает но хорошо что я еще на следующий день оставалась и на следующий день туда попала ну а в этот день я пошел поехала на подъемник красной поляны ну а пока вот на крыше газпрома я рассматривают этот поселок горы я вот была в найти в таком восторге таком восторге от от всего что я там увидела мне очень понравилось и зимой 19 года в декабре ездила сейчас летом тоже но поскольку и на лыжах не катаюсь поэтому мне как-то вот это зимний период не нужен а летом это просто замечательно ночь планировала провести в хостеле и забронировала его заранее стоит вместе 500 рублей гостиница там стоит дорого а смысла платить даже от 1400 за ночь ну нет смысла потому что вот например в этот хостел я уже заселилась в одиннадцатом что часу вечера а уехала оттуда в девять утра кстати хостел был приличный но видео с него не сохранились я очень чисто почистила свой компьютер и вот те видео которые у меня остались они те и остались кстати когда я утром уходила в девять утра из хостела я забыла на подоконнике кепку которую взяла на прокат у сына модную но а потом когда вспомнила уже перед отъездом домой на следующий день вернулась за ней ну и уже сделали ноги хостел есть хостел хотя с виду очень приличный но люди там разные а это мы уже когда со смотровой площадки спустились вот посетили сад сказочный там герой сказок очень интересно тоже погулять бы там но время не было надо было быстрее идти садится в автобус и нас повезли на площадку чтобы показать тоже смотровую но у меня там кадров не сохранил сейчас фотографии покажу где тренируются наши олимпийцы вот осталось только фото с этого объекта видите вдали вот здесь катаются на лыжах наши спортсмены тренируются конечно все все места где тренируются спортсмены они закрыты для того чтобы кататься простым людям там открыты для них специальные места но это был август месяц поэтому все было открыто только чисто для экскурсий при очень приличное место конечно хотелось бы приехать еще раз посмотреть обязательно когда-нибудь езжу ну не в этом году может быть дороговато ездить туда конечно и я решила все таки съездить еще раз уже ну дня на три надо ехать я было все таки по срокам очень мало вот мы в автобус сели поехали а это уже показываю как я стала подниматься на красную поляну это подъемник кабинка вот сидим и любуемся видами гор так вот выглядят народу было просто невероятное количество это был конец августа прекрасная погода плюс много было людей с людьми с детьми ну потому что скоро начинался учебный год и вот решили после пандемии тоже все рванули но нигде без масок не пускали в таких местах вот там тоже развлекательный центр мы зашли чувство маски должны были быть там на вокзал а тут на подъемнике хоть с маской хоть без масок это вот я здесь показывает и на высоте 960 метров что-то вообще темный кадр получились у меня тогда и камера была слабая очень и стабилизации не было но я при помощи видеопрограммы конечно пыталась вот этот вот паркинсон приостановить но немножко получилось но вот это дергание камеры которые характеризуют непрофессионального съемщика видео она осталась за место очень красивая конечно просто шикарно такие лестницы и такой там с этого места с высоты 960 метров это первая точка с которой можно отправиться а либо на водопад поликорея там есть и либо подниматься вверх я решила повернуть налево я не знал куда я еду ты ведь сверху шикарное место конечно каждый раз не устаю повторять шикарное место и вот она вот он подъемник но это видите кресельный уже подъем на к я там познакомилась с двумя женщинами и парнем это сын одной женщины они тоже решили вот там попутешествовать поедет но они ехали из сочи и я просто из-за того что мне нужны были соседи с кем ехать вот я с ними просто начала села в там познакомилась оказалось очень приятные люди и вот мы попали потом на этот некий водопад поднимаемся это на какую высоту мы поднимаемся 1300 сколько 1300 ой-ой-ой-ой едем быстро страшно мы пытаемся не думать о плохом пойдет машина стоят как она туда вот вот увидели эту табличку пошли туда идти и там идешь по дороге где-то с километр мы что-то такие уставшие я потом тысячу раз пожалела потом когда мы до этого места дошли вы посмотрите если чё вот это водопад видите его какой он красивый вот и я не вижу а он тут есть вот он видите в общем один смех получился с этим водопадом только там я вспомнила что во время экскурсии нам как раз и говорили что не стоит в этот раз ходить на этот водопад он пересох его нужно смотреть только в марте месяце когда происходит таяние снегов и там со всеми водопадами та же самая песня уже время было в районе пяти часов я после этого несчастного водопада там же пока доберешься еще поднялась уже на точку 1460 метров буквально ну еще каких-то там полчаса 40 минут или около часа оставалось до заката а солнце садится в горах очень рано тем более это уже был август ну как вы понимаете там несколько подъем подъемов до до одной точки доехал пересаживаешься на другой подъемник и так выше вышел это тоже промежуточная точка но а вот здесь уже фотографии у меня с высоты 2 200 а это 1460 ой это я обманула вот дальше я поехала еще поднялась выше на 2 200 вот и там немножко постояла полюбовалась пофотографировали меня можно попросить людей добрых вид со смотровой конечно но был просто изумительный хорошо не было ни жарко ни холодно самое то но здесь экстремалы могут прогуляться вот по этому мосточку над пропастью правда там страховка все нормально ой не знаю я то трусиха я бы уже туда не пошла гулять а потом я подошла к месту где спускаются уже вниз там был ресторанчик потому что я целый день до этого вообще не ела вообще вот я как говорил в начале у меня там было два пирога один я съела в пути а второй вот у меня остался вот сюда вот он ресторан этот я пошла туда думала перекусить один раз хотя бы в день вечером оказалось что у них кухня закрыта я подсела к ребятам двум молодым девушка с парнем они уже заканчивали там есть разрешили с ними посидеть мы так мило поговорили с ними разговорились они рассказали немного о себе и девушка говорит ну он заказывали борщ я заказывала а к борщу полагается стопочка самогоночки хотите говорит я вам ее отдам я вообще не пью тем более крепкие напитки а мне это представляете и мне-то с устатку то как хорошо я говорю конечно хочу вот они ушли оставили меня с этой стопочкой я достала свой пирог и встретила закат видео практически не осталось с этого события очень жаль конечно сейчас пока я показываю здесь все пока смотровая площадка а это качели сколько стоит я там уже не помню но садишься и качаешься над пропастью там целая очередь устраивается я потом осталась одна вот допивала свой напиток после того как выпила стопочку с пирожком любовалась на горы на закат и дождавшись наконец заката сейчас фотографии увидите я пошла спускаться вниз видимо стопчик сказалось наверное я вообще забыла что надо спускаться ну два раза чтобы доехать до низа а поскольку было уже темно прям тьма кромешная но честно говоря я доехала до высоты 960 метров вышла оттуда и получилось так что я посчитала что я уже приехала подумала что я уже внизу и нашла там ресторан белый гриб поужинала решила оттуда уехать думала ну все ешь внизу а счету мы чем так холодно то еще прохладно а мне там ресторан когда я спросила говорю этот такси то можно вызвать амигат зачем вам такси вы говорите вниз еще спуститесь на 960 метров там такси и вызовите отсюда дорого будет я в руку я на высоте 960 метров ну что пошла по темноте нашла этот спуск спустилась уже слава богу ходили еще они там до 11 часов хоть подъемники вот бы там посидела и в общем так получилось что я уже в половине 11 прибыла в хостел переночевала хостел говорю очень приличный и на следующий день вот это уже съемки с подъема на 110 1100 метров 1100 метров уже на роза хуторе вот этот билет который я покупала у проводников он сгодился на следующий день вот это олимпийская деревня видите вот объект возле которого все фотографируются за деньги а я пошла вот в эту деревню олимпийскую виды конечно здесь замечательные кстати здесь есть достаточно по средним ценам такой называемой гостиницы а потом узнала приют панды на тот момент летом он стоил учета 1100 по моему двухместный номер но недорого зимой то здесь конечно цены ломовые а летом то еще более или менее в принципе я вот так вот думаю следующий раз можно будет там остановиться чтобы горах ночевать вот среди этой красоты но не так как я прибежала убежала это вот этого для такого и хостела хватит для того чтобы получить прям удовольствие нужно конечно остановиться вот здесь погулять здесь особо конечно гулять не негде вот вот сейчас мы тут немножко пройдемся в принципе то и все но здесь те кто живет в приюте панды у них бесплатный спуск вниз вверх на подъемники а так он стоил на 1460 рублей это до верхушки если доехать те кто живет вот здесь в гостинице они поднимаются до гостиницы бесплатно них подъем дальше они могут платить а здесь нет эти после олимпиады все это еще атмосфера такая осталась эти флаги дома стиле шале проектировал это все архитектор который занимался проектами альпийских горнолыжных курортов поэтому они так похожи на буржуйские домики в альпах где-то там да на на ибице может быть и поэтому такой вот уровень сразу европейский вот если наш конечно захотят я всегда говорю выпендриться они выпендрятся найду для этого деньги специалистов и сделают все супер бупер и вот это чувствовалось на каждом шагу начиная с дорог идеальных и заканчивая конечно уже вот этими строениями а вот магазинчик горная маловарня сейчас зайдем туда посмотрим там косметика различная местная краснополянская и мыло и там чего там только нет ну конечно все же для туристов делают посмотреть небо синее какое вот зашли мы еще раз прошу прощения за съемку бегающую плавающую и дергающуюся вот так выглядит внутри все те как тепло было хорошо все шортиках вот так немножко пробежимся по продукции керамика здесь и масла и средства по уходу за лицом за телом свечи пресловутые опять же вот здесь эта фирма которая представлена она у нас кстати есть есть лавка пасечника у нас горячем ключе и продукции очень много вот этой продукции представлена у нас там кстати в этой лавке пасечника я ее сразу узнала как только у нас открылась она здесь я зашла туда посмотрел вам понятно знакомое название не нужно будет ездить сюда за ней кому захочется купить там я ничего покупать не стала потому что эта поездка для меня и так дороговато было но на одни подъемники только в районе 3000 у меня ушло чуть меньше 3000 ну и на питание хотелось найти там столько много ресторанов шикарных я вот зимой была в одном там тоже ресторанчике когда приезжала внизу только и здесь белом грибе я побывала интересные тоже блюда всякие заказала поел там на 1400 понравилось мне там и хотелось потом еще сходить куда-нибудь но не могла уже времени не было здесь я побыла до трех часов дня потому что у меня в районе там по моему 6 часов уходила электричка а мне нужно было еще заехать пресловутый хостел за кепкой как я думала что я ее там найду ну туда съездила ничего там не нашла уже из хостела потом поехала на вокзал как я говорила уже для того чтобы подняться на высоту да это нужно сделать несколько этапов и вот этот первый этап вот эта олимпийская деревня я здесь погуляла и поехала дальше а до вначале я вот из кафешечку зашла все-таки я перекусила в этом месте потому что потом мне поесть удалось только уже когда поехала я домой в поезде вот это промежуточная станция уже между тысячи 100 и выше там тоже можно погулять кстати те народу сколько стоит очередь как мавзолей вот здесь сейчас тоннель будет через него пройти там говорят кресельные тоже подъемник есть и куда-то можно уехать на нем то есть тут можно гулять вообще очень долго на на целый день с утра до вечера прям рано приехать и не целый день этому посвятить но тут вот зона для фотографирования я здесь немножко побыла и поехала дальше мой путь конечно пролегал к вершине розы пик и вот я приехала на эту вершину на подъемнике конечно не сама забралась понятное дело роза пик это вершина горного хребта айбга и вот она находится на высоте две тысячи триста двадцать метров это главная вершина горнолыжного комплекса роза хутор для айбга роза пик не самая высокая точка есть недалеко вершина каменный стоп высотой две тысячи пятьсот девять метров и туда кстати предлагаются экскурсии и вот чтобы подобраться туда нужно подниматься на подъемнике крокус и уже потом пешочком идти до этой вершины понимаете кто меня знает я не любитель ходить по горам пешком вот на подъемнике прям святое дело там кстати оттуда тоже можно ходить на водопады на какие-то водопады там что-то 7 водопадов долина водопадов но туда идти нужно что-то часа два туда и часа два обратно потом говорят очень красивое место но я видела фотографии но я в жизни туда не пойду потому что их надо смотреть определенное время года также как не получилось с этим поликореи да где малюсенький тонюсенький ручеек из которого только умыться можно и там эти водопады они говорят очень смешные потому что я убедилась в этом поехав когда вниз уже села семьей ну так получилось что мы сели в один на подъемник в 1 в одну кабинку вернее я их спрашиваю я говорю куда-то выходили здесь наверное они гряда но водопады ой я говорю тоже ходила на водопады я горю не вздумайте на поликоре и уходить она говорит никогда в жизни я больше ни на какие водопады не пойду делать там нечего сказала эта дама но детям наверное понравилось но она говорит их там нет практически особенно если сухое лето они высыхают но там что-то текут какие-то ручьи может быть чуть побольше чем вот мы видели а в основном там конечно делать нечего ну лично для меня кто любит вот эти хождения по горам по долам там вот я фотографии еще раз повторяю видела ну конечно выглядит это все красиво там особенно весной вообще красота мне кажется весной и осенью когда вот желтеть на чего начинает все вокруг там это особенно заметно тоже фотографии видела хотела тоже думаю от весной съездить или осенью съездить уже не летом какие-то другие хотя август считается самым теплым временем года для роза пик для этого места самая температура даже прогревается до плюс 25 я поднялась на высоту ожидала что будет холоднее но мне повезло я обошлась только курточкой это потому что мне там пришлось в теньке сидеть находиться я ее одела а вот и было было чуть-чуть похолоднее уже ветер бы продувал холоднее я знаю что случае что очень часто люди не готовы в шлепанцев шорта туда поднимаются а там ветер ледяной просто вот с ног сбивает и либо холод а еще более неприятное хотя что может быть неприятнее холода казалось бы да это когда ты поднимаешься на высоту а там туман там облака просто лежат на горах и ты ничего не видишь молоко сплошное у меня так знакомые съездили причем экскурсоводы ничего об этом не говорят хотя я думаю что они знают прекрасно какая там погода но им бы лишь бы деньги содрать поэтому если кто ни разу не был и хочет туда поехать обязательно убедитесь что хорошая погода вот нужно ехать такой солнечный день причем там погода может конечно быстро измениться но август оказывается самое благоприятное время туда ездить но чтобы не было такого что поднялись а там молоко обидно конечно тем более подъемник то 1460 а это я тут решила посидеть полюбоваться на горы и чем съесть это скажете ей бы лишь бы пожрать ну что будете правы такой я человек до похлебала шурпы выпила чайку посидела отдохнула потому что надо было и уже идти вниз но оторваться не могла от этих видов потом видите вот фотографируется как люди на этом месте я тоже попросила меня там пофотографировали на фоне гор а так вот и так и вот так вот всяко разно но красота же но красота вот здесь кстати вот по этой дороге эти народу много как раз нужно идти к кресельным подъемником которые вот отвезут туда чтобы оттуда идти к каким водопадом долину водопадов куда я конечно не не пойду скорее всего никогда таскаться тащиться привели два два часа туда два часа обратно что там делать но народу было хоть и будний день видимо там у всех отпуска как раз были полно было народу просто я говорю тут уже никакие антиковидные меры бог ними там с этими мерами вот я села потом уже в кабинку спустилась вниз прощальный взгляд и вот я уже внизу и у меня оставалось время вот я говорила съездила еще хостел потом еще я погуляла они сначала я погуляла погуляла полюбовалась картинами там местных художников увидеть их вот это река мзым то есть она еще мелкая тоже все повысыхала а так то когда она наполняется там мало не покажется только так крушит тоже на все на своем пути вон там выставка и вот вдоль набережной в одну сторону прошлась в другую сторону потом уже съездила все-таки в этот хостел и оттуда села поезд где-то в районе там 7 часов он идет обратно и через четыре с половиной часа была в горячем ключе вот такая поездка у меня получилось немножко сумбурная потому что тоже вспоминала как это все было вот вам рассказываю сама вспоминаю видите даже какие-то моменты уже понакидала видео а потом уже смотрю и вспоминаю что вот так и так было но очень приятные воспоминания я вместе с вами прогулялась как будто заново там побывала вот эти впечатления ощущения счастья она вот знаете прям во мне всклыхнулась чё там греха дает но я была там счастлива там классно даже под прогуляться вдоль вот этой набережной просто очень классно красиво но уж если подняться на этих подъемниках ну можно еще на газпромовский съездить подняться но там всего 1600 поднимаются самый высокий это роза пик вот чуть поменьше это вот красная поляна и газпром самый газпром самый низкий по уровню но там вот эта галактика то есть там суть в чем что каждый кластер вот из этих трех они стараются привлечь туристов какими-то изюминками например о газпрома нет таких высоких подъемников до куда-то на высоту подниматься зато у них есть вот этот вот центр галактика сад вот этот красивый на красной поляне там тоже твоя изюминка вот и роза пик ну там вообще шикарная вещь там просто не знаю увидели сами все но кто был знает это забыть невозможно потому что такая красота такая кругом красота конечно цены ломовые ну вот я говорю что там как пойдешь 1400 я так поела скромно допустим там первый раз пироженка съела потом кофе попила но вот это шурпы похлебала там тоже рублей наверное мне это 600 там 700 ли обошлось тем более на высоте там вообще дорого очень дорого том что там ничего больше нет кроме этого кафе например ну а здесь уже внизу чего там только нет но там вот стараются конечно для туристов тут есть и музей например я знаю и какие-то еще интересные вещи так что добро пожаловать на красную поляну но всем пока до новых встреч